МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Ваучейская. И вот о чём расскажем сегодня. Сразу два ДТП с участием детей произошло в окружной столице накануне. В начале выпуска оперативные кадры с места происшествия. Большая победа, маленькая Шойная. В нашем эфире расскажем об инициативных жителях заполярной глубинки, которые общими усилиями преображают родное село. Путешествие по зову сердца туристы из Ненецкого округа посетило автоступом в 16 стран. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Водитель, который накануне совершил наезд на ребёнка, найден. За рулём трёхдверной Нивы, которая не пропустила мальчика на пешеходном переходе в районе окружной администрации, была жительница Нарьинмара, 1942 года рождения. Как выяснилось, она убедилась в том, что мальчик не сильно пострадал и после этого покинула место ДТП. Ребёнок перебегал дорогу и, по всей видимости, водитель его просто не заметил. Как пояснили в окружной госавтоинспекции, мальчик отделался ушибом бедра, ему оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой. В это же время на другом пешеходном переходе в районе музыкальной школы под авто попала девочка. Водитель также не пропустил ребёнка. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение Ниницкой окружной больницы. Госавтоинспекция напоминает, что в связи с сокращением светового дня риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов увеличивается. В тёмное время суток и в условиях непогоды участникам дорожного движения следует быть особенно бдительными. Кроме того, настоятельно рекомендуют водителям быть крайне внимательными у пешеходных переходов и в местах с интенсивным движением пешеходов вблизи образовательных учреждений и рядом с остановочными пунктами общественного транспорта. О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства шла речь на коллегии прокуратуры Ниницкого округа. В работе коллегии приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина, глава региона Александр Цибульский, а также представители органов госвласти, контролирующих и правоохранительных органов. Подробности у Ирины Никешиной. Только за 8 месяцев текущего года окружная прокуратура выявила более 20 тысяч нарушений закона в сфере трудовых отношений. Как отметила начальник управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина, это очень большая цифра. Выявлены факты уклонения от оформления трудовых отношений с гражданами и выплаты серой зарплаты, нарушения законодательства об охране труда, в том числе связанные с травматизмом на производстве. Не всегда соблюдаются требования к закону в сфере занятности населения и защиты от безработицы. Большая часть нарушений в сфере трудового законодательства связана с задолженностью по заработной плате. При этом соблюдение прав граждан на своевременную и в полном объеме оплаты труда находятся на постоянном контроле прокуратуры округа. Здесь всегда нарушаются права наших жителей, права наших людей, которые приезжают сюда, на нашу территорию, в том числе для того, чтобы и оказать пользу нашему округу, и развивать экономику округа, и за это имеют право получать зарплату. Если находятся недобросовестные люди, которые этого не делают, здесь, наверное, вы в первую очередь должны принимать меры для того, чтобы этого не происходило. Как отметил прокурор округа, среди нарушителей закона в сфере оплаты труда встречаются и недропользователи. Сейчас мы опять начали предприятие, в котором образуется задолженность по заработной плате. К сожалению, что это нарушает закон, но эта организация не состоит, по предварительным данным, на налоговом отчете. Здесь, значит, имеют подряд контракт с известной нефтяной компанией, зарегистрирована на территории республики коми и собирает работников из разных регионов Российской Федерации и зарплату не выплачивают. На сегодняшний день в организациях, не являющихся респондентами статистической отчётности, задолженность по заработной плате имеется в управляющей компании службы заказчика, которая находится в стадии банкротства. Размер задолженности составляет 2,5 миллиона рублей перед 17 работниками. Также задолженность имеется и в МК-сервис в размере 5,7 миллиона рублей перед 28 работниками. Здесь взаимодействие требуется не только на устранение нарушений. Практика показывает, что, к сожалению, мы уже годами не можем возместить зарплату в банкротных предприятиях работникам. И настрой нужен на профилактику. И мы с вами в этих нарушениях. Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в ряде сельскохозяйственных кооперативов региона. Производился перерасчёт заработной платы в организациях, выплачивающих её ниже установленного минимального размера оплаты труда. Только за 8 месяцев текущего года, благодаря работе окружной прокуратуры, была погашена задолженность по заработной плате на сумму порядка 70 миллионов рублей. Также на коллегии обсудили вопросы соблюдения требований охраны труда, ситуацию в сфере занятости населения и защиты от безработиц на территории региона. Сегодня на расширенной коллегии прокуратуры Ненинска автономного округа с участием контролирующих органов, органов государственной власти были рассмотрены вопросы, были выслушаны предложения контролирующих органов и органов власти для решения этих проблем. Мы выслушали прокурорских работников, которые рассказали о том, что есть какие-то проблемы, как они решаются. Ну, я думаю, что в результате принято решение о совместных действиях, направленных на то, чтобы предупреждать все нарушения. Ведь основная цель у нас не наказать кого-то или прилечь к ответственности, то ли к административной, то ли к уголовной, а для того, чтобы восстановить или не допустить нарушения прав. Наверное, легче всего их не допустить для того, чтобы восстановить. В целях решения задач по укреплению законности и правопорядка в сфере трудовых правоотношений, устранения недостатков в организации прокурорского надзора и повышения его эффективности, коллегия приняла соответствующее решение. Ирина Никешина, Владислав Ткачёв, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Семинар-тренинг для руководителей образовательных организаций проходит в Нарьинмаре. Мероприятие приурочено к 90-летию системы образования Ненецкого округа и профессиональному празднику педагогов Дню Учителя. Участие в нем принимают руководители всех образовательных учреждений Ненецкого округа. Семинар-тренинг для руководителей гособразовательных организаций региона на тему «Высокоэффективный руководитель. Новый уровень лидерства и управления рассчитан на два дня». 54 руководителя образовательных учреждений, директора школ, профессионального училища, техникума, колледжа, детских садов в течение двух дней будут постигать премудрости современного управления коллективом. «Суть этого тренинга заключается в том, чтобы выделить основные качества лидера, поговорить о том, каким образом выбирать подход к сотрудникам для того, чтобы работать эффективно. Мы сегодня поговорим об инструментах лидерских, которые помогут мотивировать сотрудников, в постановке целей будут помогать, будут помогать для развития самого руководителя». Программа семинара включает вопросы создания работоспособной обстановки в группе, планирование деятельности, принятие управленческих решений, методов, командообразования и другие. «Эти технологии проверены временем, они применяются на самом деле в различных отраслях, потому что руководитель – это в любом месте руководитель. Это человек, который умеет организовать труд, умеет организовать людей и способен воплощать и достигать определенной цели, приводить свои команды к результату». Участие руководителя образовательных организаций региона в данном семинаре позволит повысить профессиональную успешность, освоить наиболее эффективные коммуникативные технологии, овладеть методиками сплочения коллектива и приемами творческого подхода к решению сложных ситуаций. «С чем связано это мероприятие? С тем, что меняются условия работы. Государство предъявляет к руководителю новые требования. Мы должны реализовывать новый национальный проект образования. И, как уже отметила Лина Викторовна Гущина, мы должны меняться сами. Не только должна меняться образовательная среда, это закупка нового оборудования, это постройка новых образовательных организаций, но и сами руководители, они должны измениться, они должны соответствовать новым современным уровнем руководителя. И поэтому благодаря Цибульскому Александру Витальевичу мы сегодня проводим этот семинар-тренинг». По окончанию курса руководители получат не только бесценные знания, но и сертификаты, подтверждающие обучение. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Большая победа маленькой Шойны. Наш следующий материал об инициативных жителях заполярной глубинки, которые решили продвигать арктический туризм. Первым шагом стала разработка бренда села. Причем проект Валентины Малыгиной, именно ей принадлежит идея по развитию населенного пункта, признали лучшим на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Подробности прямо сейчас. Когда в иллюминаторе появляется Шойна, невольно приходишь в восторг. Белое море, а кругом песок. Недаром это место называют «Северной пустыней планеты Земля». У вертолета нас встречает Валентина Малыгина. Молодая глава, очень активный человек. Не так давно она выиграла престижный всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». Высокую оценку профессионального жюри получил ее проект по созданию бренда Шойны. Шойна достаточно уже популярна, но как раз создание бренда позволит популярности добавить. Это как раз у нас создана творческая мастерская, где мы впоследствии собираемся изготавливать различную сувенирную продукцию и соответственно можно будет ее маркировать созданным брендом. На сегодняшний день у нас подана заявка в проектный офис развития Арктики на получение гранта для того, чтобы этот бренд зарегистрировать. Кстати говоря, гранты здесь вполне привычное дело. Не так давно в селе появился ТОС «Будущее Шойны». За счет средств полученной поддержки удалось начать благоустройство территории. Активные жители планируют оборудовать набережную и небольшой сквер, а также привести в порядок мемориал в память о погибших в годы войны земляках. А для досуга местных жителей в рамках еще одного гранта закупили комплекты лыжного оборудования. Зимой их будут давать в прокат на безвозмездной основе. Мы очень счастливы и довольны, потому что уже реализованно на данный момент много проектов. И мы планируем на перспективу еще участвовать везде и всюду, где только сможем, чтобы нашим жителям, нашим детям, молодежи было здесь комфортно. Сегодня здесь завершается монтаж арт-объекта «Я люблю шойну». А в сентябре для маленьких жителей песчаной жемчужины установили детский городок. Средства на его приобретение собирались со всей страны с помощью краундфандинговой площадки. В итоге удалось получить более 480 тысяч рублей. Это половина стоимости городка. Еще половину средств выделили из бюджета заполярного района. Теперь у ребят появилось любимое место для проведения досуга. Нам нравится на этих качелях больше всего. Все за них делятся. Но сельский дом культуры дети, конечно, не забывают. Здесь для маленьких творцов открылась мастерская кудесы. Ребята занимаются декорированием, рисованием, а в скором времени начнут шить и вязать. Материалы для творчества закупили в рамках реализуемого социокультурного проекта «Возрождение. Путь к истокам», ставшего победителем четвертого всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Мы шьем и сейчас будем вязать у нас на фоне творческой мастерской. Учитывая, что материалы берем то, что есть. И ловцы снов мы делали, у нас был мастер-класс. И ходим, играем. И проводим у нас на дискотеке массовые танцы. Одним словом, скучать в далеком селе на берегу Белого моря не любят. Участвуют во всевозможных творческих и грантовых конкурсах на благо родного села. Недаром Шойну ставят в пример другим муниципалитетам. Планов у активистов еще громадье. Путешествие по зову сердца. Турист из Ненецкого округа посетил автостопом 16 стран. О том, где и как проходил маршрут Александра Мукшицкого, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Александр Мукшицкий начал путешествовать еще в 2017 году. Тогда он работал директором местного ДК в Харивере. И, находясь в отпуске, уехал в Европу. Путешествие настолько впечатлило Александра, что он решил уйти с работы и отправиться дальше в путь по странам континента. Александр признается, маршрут не продумывал. Ехал по зову сердца. Сначала Александр прилетел в Киров. И там побыл около полугода. Далее автостопом поехал в Белоруссию, Казахстан, а затем на восток в Азию, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзию, Индонезию и Монголию. Путешествие длилось полтора года. А в России Александра не было семь месяцев. Александр Мукшицкий владеет английским языком и в запасе при въезде в любую страну учит несколько слов местного языка. Путешественник уверен, такая подготовка располагает местных жителей, и они охотно идут ему на помощь. Александр пишет статьи о своих путешествиях на сервисе HopeWork, созданном специально для работы с молодыми инвалидами. Своими рассказами он подтверждает, нет ничего невозможного для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не последнее путешествие. Набравшись сил, Александр собирается покорить новые горизонты. Наталья Кислякова, Телеканал Север. Во Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилого человека. Для людей высокого возраста выступили народные коллективы и танцевальные ансамбли. На мероприятие побывала и наша съемочная группа «Слово Александре Литковой». В концертном зале Дворца культуры Арктика собрались хранители лучших традиций, носители жизненной мудрости и трудовой доблести. От имени главы региона виновников торжества поздравил руководитель Департамента социальной защиты населения Ниньского округа Сергей Свиридов. Во все времена в обществе с особым почтением относились к нашему поколению и к неценным советам, мудрости и жизненному опыту. А никто не понимал тяжких периодов истории государства. Цена больших усилий и силы духа они смогли восстановить разрушенную страну в послевоенные годы. Со словами признательности к присутствующим обратился спикер окружного парламента Александр Утовинов. Общение с внуками, новые знакомства, неспешные прогулки, танцы, спорт. С наступлением пенсионного возраста в жизни человека меняется его статус в обществе, в семье, появляется масса свободного времени. Кто-то еще работает, а другие в этот период начинают заниматься тем, на что раньше времени не было. Особо-то таким большим делом я не занимаюсь, но я организовала клуб землячества «Харивер» и этим делом занимаюсь. Я и работаю, и нянчусь с внуком, и занимаюсь рукоделием. Отшиваю фетровые книжки для внука, ну и на заказ. Картошку сажу, в лес скажу, отдыхаю, машина езжу. Всем занимаюсь, внучкой, внуками, обед к этому, все. За женой ухаживаем. Для большинства помощь детям и внукам становится главной целью на пенсии. Многие после выхода на заслуженный отдых продолжают работать, чтобы приносить пользу обществу, делиться своим опытом и чувствовать свою востребованность. Это люди, хранители морали, хранители народных ценностей, ценностей неприходящих, как любовь, дружба, любовь к Родине. Я хочу, чтобы они каждый день ощущали свою значимость, потому что все, что создано в России, создано их надружными руками. Найти занятие по душе в свободное время можно и в Союзе пенсионеров Ниньцкого округа. На сегодняшний день здесь создано 46 клубов общения, которые посещают свыше 2000 человек. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал Север. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска прогнозы погоды – компания Ямагучи. Я же с вами прощаюсь. Всего вам хорошего и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!